Муравей самодельный автомобиль вагонной компоновки, сконструированный и построенный конструкторами Молчанова и Овченко. Импортные автомобили, даже произведенные в соц. странах, на советский рынок не допускались, а советский автопром, особенно до появления Жигулей, не мог обеспечить машинами всех желающих, поэтому желающие стать автолюбителями либо стояли в длинных очередях, либо покупали машину на вторичном рынке, либо же пытались создать автомобиль самостоятельно, ведь главное богатство русской земли заключается не в нефти, газе или редкоземельных металлах, а в талантливых головах и умелых руках. Обладателями того и другого были инженер Олег Ивченко и художник Эдуард Молчанов, последнего многие помнят по его иллюстрациям в журналах техника молодежи, моделист-конструктор и за рулем. В 1966 году Молчанов и Евченко создали уникальный автомобиль вагонной компоновки. Своему детищу они дали название «Муравей». Дело в том, что известный всей нашей стране одноименный грузовой мотороллер получил это имя лишь три года спустя, а в том самом 1966 году он носил весьма прозаичный индекс ТГ-200. Строгая простота формы микроавтомобиля «Муравей» сочеталась с исключительно рациональной планировкой внутреннего объема. Расположение мотора под полом багажника в задней части автомобиля способствовало сокращению длины автомобиля. Очень простой была конструкция бампера. Он представлял собой стальную трубу полуторадиумового диаметра. Фары были утоплены в облицовку, что в значительной мере способствовало сохранности их стекол. Длина автомобиля при 1550-мм колесной базе составляла 3130 мм, ширина равнялась 145 см, а высота при 180-мм клиренсе доходила до тех же 1450 мм, что и ширина. Основу кузова составлял каркас, сваренный из 45-мм труб и обшитый по бортам обычной 6-мм строительной фанерой. Фанерные листы были дважды покрыты горячей олифой и загрунтованы составом номер 138. Лобовая же часть кузова была отформована из листовой стали. В качестве желобового стекла было использовано стандартное стекло от автомобиля Москвич 407. К раме были прикреплены на болтах специальные башмаки, к которым крепились передние и задние мосты, позаимствованные от мотоколяски С3А. При этом задний мост выполнен путем переделки переднего моста СЗА, благодаря чему подвеска передних и задних колес автомобиля стала однотипной. На переднем подрамнике крепился узел рулевой колонки, задний же служил для крепления двигателя. Удобно были расположены на автомобиле также указатели поворотов и зеркала заднего вида. В переднюю кромку тента зашита металлическая усиливающая планка с двумя приваренными шпильками, которые входят в отверстие рамки ветрового стекла и фиксируются барашковыми гайками. Оригинально оформленная задняя панель кузова, вместо бампера конструктор применил желоб, внутрь которого вставлена изогнутая хромированная полоса. При этом нижняя часть панели смотрится как основание бампера. Номерной знак вделан в глубокую нишу, защищающую его от грязи. В потолок ниши была вмонтирована лампа освещения номерного знака. Кстати говоря, автомобиль был по всем правилам поставлен на учет в ГАИ и получил газномер 3718 мощь. Указатели поворотов находились в желобе, а габаритные стоп-сигнальные фонари. В торцах декоративных деревьев, в расширяющейся передней части кузова имелся перчаточный ящик. В ансамбль кузова вписывалась и съемная перегородка, по бокам которой расположены декоративные решетки каналов забора воздуха. Между спинками сиденья находится отсок для мелких вещей. Под передними сиденьями предусмотрено место для аккумулятора и инструмента. Багажник расположен под задним сиденьем. Для входа в салон с правой стороны по ходу машины имеется дверь, в верхней части которой выполнен канал для прохода воздуха в моторный отсек. Интерес представляет и конструкцию рулевого поста. Сильно разлетая по объему рулевая колонка, имеющая эллиптическое сечение, несет на себе комбинированный щиток приборов, на котором расположены спидометр, амперметр и дистанционный термометр, показывавший температуру головок цилиндров. Рулевое колесо чашеобразной формы было сварено из стальной трубы 20-миллиметрового диаметра, и после сварки слегка расплющено по плоскости захват обода пальцами водителя. Баранка имела одну сильно развитую спицу, выколоченную из листовой стали и приваренную в ободу. Обод туго обматывался электропроводом в цветной полихлор-виниловой изоляции. На щитке приборов был расположен рычажок переключателя света и указателя поворотов, а на колонке – замок зажигания, одновременно блокировавший рулевой вал. Последнее было немаловажно для открытой машины, оставляемой без присмотра на улице. В качестве силовой установки на «Муравье» был установлен мотоциклетный двигатель воздушного охлаждения от чешского мотоцикла «Ява-350». При 58-миллиметровом диаметре цилиндра и 65-миллиметровом ходе поршня этот мотор имел 343,5 мантиметровый рабочий объем. При 4500 оборотах в минуту он развивал 14,28 сильную мощность. Такая мощность позволяла автомобилю массой 520 килограммов, из которых 149 килограммов приходилось на двигатель развивать по ровной дороге 70-километровую скорость, расходуя при этом 4,5 литра на 100 километров, почти в полтора раза меньше, чем сама «Ява». В отличие от инвалидной мотоколяски «С-3А» и «Запорожца», двигатель располагался за задним мостом, что уменьшало как высоту моторного отсека, так и общую высоту машины, а также позволило понизить центр тяжести и улучшить подход к механизму главной передачи «Язадней цепи». Первоначально для запуска двигателя использовался стартер-генератор от мотороллера ТГ-200, который позже и получит название «Муравей». На этом же агрегате крепился и вентилятор, эффективно охлаждавший двигатель. Кстати говоря, именно конструкция Евченко и Молчанова побудила конструкторов завода «Коммунар» изменить систему охлаждения «Запорожца». Правда потом сами создатели «Муравья» поставили на него стартер и генератор от обновленного «Запорожца». На традиционном смотре конкурсе любительских самодельных автомобилей «Муравей» получил первую премию и специальный диплом за высокое качество изготовления. Сотрудники Минавтопрома также заинтересовались этой конструкцией и даже хотели запустить ее в серию на Серпуховском мотозаводе, где тогда делали инвалидки. Однако руководство завода заявило, что в этом случае каждый собранный муравей лишит мотоколяски одного инвалида. Со времени окончания войны тогда прошло равно столько, сколько сейчас со времени развала Союза. И инвалидов, которых в стране тогда были еще миллионы, решили не обижать. Но чтобы как-то помочь автолюбителям, чертежи муравья опубликовали в журнале «Моделист-конструктор». И вскоре сотни машин подобной конструкции с различными ее вариациями стали бегать по дорогам стран и советов. Машина была собрана в одном экземпляре, выставлялась в Москве, снималась в кинофильмах, участвовала во всех парадах самодельных автомобилей и даже использовалась как грузовик для перевозки кондитерских изделий. Сам же муравей до наших дней не дожил, на него упала крыша подмытого дождем гаража. Руль же автомобиля «Шильдик Муравей» хранятся сейчас у 85-летнего Олега Александровича Евченко. Напарник же его Эдуард Романович Молчанов скончался в 1970-е годы.